Что такое сакрамная геометрия тела? Я еще раз напоминаю, я уже вижу вопросы. Сегодня тема, первая чакра. Мы разбираем красоту и здоровье. Все, что включает в себя эти понятия. Красота и здоровье. В первую очередь, это красота нашего божественного тела. Но по каким параметрам мы оцениваем наше божественное тело? Параметров всего пять, мои любимые. Как пять первоэлементов, пять стихий. Итак, параметры элемента воды, элемента дерева, элемента огня, земли и металла. О них более подробно я рассказываю в своей закрытой группе. Канал называется Kate Spirit. Но сейчас общие параметры мы разберем. Окей. Итак, сегодня второй день. Это разбор сакральной геометрии тела. Мы все знаем, что наши божественные тела мы выбираем сами. И то, как оно выглядит, с каким телом мы пришли в этот мир, оно олицетворяет собой ваши кармические задачи, ваше предназначение. Оно вам дано конкретно под вашу миссию. И, конечно же, с миссией нужно соединяться, ее слышать, ее любить, холить и лелеять, придавать чистоте и аскезе, выкристаллизовывать, совершенствовать. Итак, что такое совершенное тело? Вчера мы на первом дне разбирали элемент воды. То есть это наше представление, это наше желание, это наши мечты, это наши образы и идеалы. И вчера мы делали аффирмацию на то, какое тело мы хотим, кто для нас идеальный образ и к какому результату мы хотим прийти. Это очень-очень важно, потому что если нет цели, то ты никогда не придешь к его достижению. Сегодня день второй, стихия дерева. Вообще, о чем говорит дерево и что оно улицетворяет в нашей судьбе, в нашей карме? Это действия, это активные действия. Но если мы берем параметры тела, то относительно тела, это мышечная ткань, друзья мои, и эстетика тела, то есть с точки зрения сакральной геометрии. Что я в это вкладываю? Это симметрия всех наших, скажем так, наше симметричное тело и внутренние органы, которые расположены согласно анатомическим особенностям. Вы все можете сегодня самостоятельно себя продиагностировать. И это потрясающий инструмент, который вы можете интегрировать в свои коуч-сессии, в свое наставничество, когда, соответственно, диагностируете клиентов. Итак, первое, что для нас важно, чтобы у нас лицо было симметричным. То есть мы смотрим на себя в зеркало. Можно визуально разделить лицо такой незримой линией и посмотреть, как расположены морщинки. Есть ли у меня какие-то кожные инвазии? Потому что что такое кожа? Это внутренний орган, который свидетельствует о состоянии вашей иммунной системы. И в зависимости от того, где прыщики, где акне, какие-то пигментные пятна, это коррелируется с определенным внутренним органом в вашем божественном теле. Значит, орган в дисфункции. Соответственно, нужно чем заняться? Самоисцелением. Итак, мы смотрим, как расположены бровные дуги. Мы помним, что бровные дуги вообще коррелируются с положением почек, друзья мои. Если одна бровь выше-ниже, это значит, что почка одна опущена, а, соответственно, в них и есть первопричина. Далее мы смотрим на наши глаза. Если у нас плохое зрение, это тоже, друзья мои, связь с поясницей. То есть, это свидетельствует о том, что зажаты подвздошно-поясничные мышцы. И когда вы снимете напряжение с подвздошной мышцы, вы увидите, как у вас идет напряжение с глазных яблок. Дальше мы смотрим наши губы, как у нас расположены уголки рта, насколько они симметричны. Если есть асимметрия, значит, асимметрия у нас в тазовом дне, друзья мои, в области подвздошных косточек, в области яичников. И, соответственно, нужно заниматься самомассажем. Кстати, каким самомассажем я покажу и с какими можно делать это мячиками, соляными, различными болами. И я делаю это каждый день. Далее мы смотрим наши божественные шеи. Если у нас обвисает подбородок, это свидетельствует о том, что наши внутренние органы под силом гравитации уходят вниз. Соответственно, что нужно делать? Массаж живота, перевернутые асаны, йогу, семи чакр от кейт-спирит, самомассажи ежедневные. И, конечно же, all-body массаж от кейт-спирит, правка сакральной геометрии тела. То есть, когда мы делаем наули, когда мы кулаки интегрируем в ручную полость и делаем вот такие качественные вращения, приподнимая внутренние органы и прямо поддавливая их под диафрагмальную зону реберной дуги. То есть, я имею в виду первую апертуру, наш грудной отдел. И, соответственно, внутренние органы я все время подталкиваю наверх, как бы под реберную дугу наверх. И это визуализирую. Дальше, что мы смотрим? Наша шея. Шея, вообще, калерия, калерия, калерия. Шея у нас связана с поясничным отделом. Если вы чувствуете, что сильные блоки, зажата шея, усталость височной области, первая причина – это зажата поясница. И, конечно же, здесь важно делать растяжку поясничных мышц. Каким образом? Вот, допустим, прекрасное предложение у Танасана. То есть, потянулись, потянулись и таким образом стряпнули свои почки, прекрасные внутренние органы. Далее, что я рекомендую посмотреть? Как расположены плечи? Если одно плечо выше, ниже, тоже смотрим, что у нас с позвоночником. Почему? Почему есть такие, скажем, асимметричные линии? Одно плечо выше, другое ниже. Возможно, что опять в области поясницы зажат квадрат поясничных мышц. Соответственно, нужно прорабатывать спину. Дальше, что мы смотрим, друзья мои? Наш пупочный центр. То есть, он должен находиться четко по центру. Я очень часто вижу, когда он смещен либо влево, либо вправо. Это тоже говорит об асимметрии, об опущении почек, опущении внутренних органов. Может быть, какие-то дисфункции в тонком, толстом кишечнике. Также это может свидетельствовать о каких-то травмах, детских травмах. Например, одна нога короче, другая длиннее. За счет чего? Какие-то спазмы в теле. То есть, есть какие-то блоки в мышечных структурах, которые важно проработать в течение жизни. Друзья, у меня было столько переломов. И детских травм, и травма позвоночника, и протрузия, и грыжа позвоночника, и сломаны суставы. И вы знаете, я от всего смогла себя самоисцелить. Мне даже врачи для этого не нужны. Это вообще иллюзия. Врачи – это иллюзия. Окей, дальше мы смотрим на наше божественное тело. На нем, друзья мои, не должно быть жира. То есть, конечно, я сейчас говорю утрированно и пафосно. Жир висцеральный, он есть. Он устилает стенку внутренних органов для того, чтобы нашим органам было уютно и тепло в нашем божественном теле. Но жир не должен выпирать, друзья мои, в виде спасательного круга. То есть, вот эти вот ограничивающие самоубеждения, когда мужчины и женщины говорят, о, жир – это статус, или жирок должен с годами прирастать, или мой жир – мое богатство. Друзья мои, на самом деле это не богатство, а уродство. И для меня наличие вот такого спасательного круга на брюшной полости – это первый признак невежества. Только невежество. То есть, тело, оно пришло в этот мир радовать, вас радовать, людей радовать, быть красивым, быть грациозным, быть сексуальным, быть утонченным, быть наполненной энергией. И проводить через себя, через это чистое тело, целительную энергию, которую мы передаем нашим членам семьи, нашим близким, нашим клиентам, нашим последователям и так далее. Итак, мы диагностируем нашу брюшную полость, то есть, любимой жиры здесь быть не должно. Да, немножечко есть, это физиологично, но вот этого круга, поверьте меня, это высшей степени невежества. Если вы не верите, давайте проверим мой живот, что там к нему приросло. Итак, вы спрашиваете, сколько мне лет? Друзья мои, мне за 40, я не говорю точно, 43, либо 45. Почему? Потому что я сниму это видео, а завтра мне уже 40, допустим, 3, а я сказала, что 42. И получается, я слукавила, а видео устарело. Поэтому я говорю, что, друзья, мне пятый десяток, я не стесняюсь своего возраста. Я наоборот считаю, что мой возраст, это мое богатство, это самое дорогое, что у меня есть. И я супер горжусь своим телом, оно с каждым годом становится у меня более сильным, более прокаченным, более энергетически наполненным. Я могу исцелять больше людей, чем раньше, друзья мои. Раньше я могла взять одного ученика, теперь я беру тысячи. И я все время энергонаполнена. Более того, я стала меньше спать, меньше есть и больше заниматься практиками. Окей, мы проверяем наличие жира. Я вам декларирую свою брюшную полость. Вот, ну, скажем, здесь что-то есть немножечко. Но, в принципе, животик, он вот такой стройненький, да? То есть, явно прослеживается у нас талия, явно продерживается. Кстати, друзья мои, вот 18 лет я весила 45 килограмм. Сейчас мне пятый десяток, и я также вешу, друзья мои, 45 килограмм. Только, что изменилось? Я стала более энергонаполненная, я стала более сильная, более мощная. И в детстве я очень сильно болела. Вообще, нон-стопом. Инфекционные заболевания, дизентерия, переломы, психические расстройства и так далее, и так далее. Сейчас я абсолютно здорова. И других привожу к этим состояниям через свой канал. Так, следующее, что мы смотрим, это гребни подвздошных костей, друзья мои. Итак, они должны быть на одной линии, гребни подвздошных костей. Опять, если одно бедро выше, чем другое, опять смотрим, в чем первопричина. Грудной отдел зажат. Возможно, что грудной отдел зажат, плечи развернуты вперед. За счет этого давление на диафрагму. Диафрагма давит на внутренние органы. Внутренние органы давят на самую нижнюю апертуру. И за счет этого происходит какой-то дисбаланс. Надо изучать ваш позвоночный столб, ваши мышечные ткани, ваши внутренние органы, вашу карму, ваше психологическое состояние. Почему так происходит? Окей, следующее, что мы разбираем, это нашу, ну назовем ее физиологическую способность к управлению тела и в области таза. То есть мы легко можем сесть в подмасану. Подмасана – это поза лотоса. Вот таким образом. То есть пятки мы кладем ближе к основанию бедер. И это норма, друзья мои. Это не… это асана, лотос, она не является чем-то из ряда вон достижением. Это обычная асана, которая позволяет диагностировать состояние тазовых костей. То есть ваш таз – это область свадхистана чакры, второй чакры. Если она раскрыта, если в ней нет блоков, то вы легко садитесь в подмасану. Вот в такое чудесное положение лотоса. Далее, мы смотрим на наши бедра. Вы знаете, что ноги олицетворяют карму и связь с прошлыми жизнями. То есть ногами вас наделили согласно той наработанной карме, которую вы заслужили из прошлых жизней. Как мы диагностируем наши божественные ноги? Они тоже, друзья, должны в день ходить… они должны быть сильными. То есть в день хотя бы 10-20 километров нужно ходить. И за это отвечает стихия дерева. Далее, я беру свою божественную ногу, посмотрите, и подтягиваю ее просто наверх. То есть, и вот это физиологично. То есть прямая нога, и я ее подтягиваю наверх. Дальше. Из позы лотоса, вот посмотрите, из позы лотоса мы должны легко без рук вставать. И это говорит о том, что наши мышечные ткани в порядке. Это говорит о том, что наши ноги сильные. Посмотрите, вот вам фокус. Да даже это не фокус, это обычное действие. Ладони вместе, я собираю стопы вместе, и я легко, друзья мои, встаю. Встаю и легко снова опускаюсь. Приподнимаю таз и опускаюсь. То есть вот это упражнение дает возможность продиагностировать свое тело. Легко, легко, друзья мои. Из позы лотоса подняться. Далее, легко приподнять таз и опустить вниз. Вот я встаю, друзья мои, и вот я сажусь, не касаясь руками бедер. И, соответственно, снова возвращаюсь в положение лотоса. Это физиологично. Далее мы смотрим тест по следующей чакре. Мы легко можем приподнять коленные суставы наверх и захватить ладони. Есть такое положение, называется намасте. То есть, если вам доступна эта асана, соответственно, ваш грудной отдел раскрыт, и ваши внутренние органы находятся в состоянии баланса. Внутренние органы – это уровень третьей манипура чакры, наша сила боли, наша самодисциплина. Окей, мы себя продиагностировали. Что такое руки? Руки – это наша эмоция. Эмоция – это стихия огня. Как мы можем продиагностировать свои руки? Друзья, просто встаем в положение бакасаны. Каким образом? Фаланги пальцев рось. Я просто коленными суставами упираюсь в плечевой пояс. Еще раз. Колени в плечевой пояс, в предплечье. И, видите, я стою на руках и свободно, легко себя держу. И получаю колоссальное количество наслаждения. Несмотря на то, что у меня нет какой-то особой искусственно наращенной мышечной массы, я не пью никакие белковые коктейли, я не убиваю собак для того, чтобы нарастить себе мышцы. На самом деле я веган, малоеда, с опытом проноедения. И вот у меня обычные физиологические руки, и я могу этими встроенными руками удержать все свое тело, соответственно, удержать все свое тело в положении бакасаны. Вот вам прекрасный тест. Следующий тест на растяжку, на раскрытие грудного отдела. Грудной отдел – это наша анахата чакра. Еще раз повторю, что каждый орган отвечает за определенную чакру и несет в себе определенную кармическую задачу. То есть, насколько раскрыто наше сердце, настолько мы легкие в создании сбалансированных отношений. У нас нет фрустрации, у нас полное принятие себя, принятие партнера. То есть, у нас всегда сердце открыто, и нам нечего скрывать. Итак, как себя продиагностировать на уровне анахата чакры, на уровне сердца, на уровне грудного отдела? Что мы делаем? Ладони, сердца ладони открыли. И посмотрите, какой фокус, друзья мои. Посмотрите на этот фокус. Ладони открыты, и я собираю вот такой замок. Вы видите? Вот такой дружественный замок. Вот он, замок. И дальше я, смотрите, что делаю. Локоть за локоть, косичка. И основание ладони упираюсь в хрестец. Вот видите, какое чудесное положение. Вот это положение говорит о том, что грудной отдел раскрыт. Еще раз посмотрите. Ладонь на ладонь в косичку, локоть заплетается и упирается. Все видно? Вот такое положение. Все видите? И я из этого положения, друзья мои, еще могу сделать наклон. То есть, легко наклон вот в таком положении, когда локоть за локоть. Следующее положение. Я могу встать легко и приподнять таз наверх из этого положения. Вот так, если вам доступно такого рода линьяса, это говорит о том, что у вас все три апертуры в балансе. Апертуры, которые отвечают за жизненную силу, сексуальную энергию и сердечную чакру, эмоциональный фон. Итак, любимые, следующее упражнение готовы? Если у вас раскрыты запястья-пястья рук, что такое наши руки? Еще раз, это эмоции, это объятия. Что мы делаем? Мы можем отвести ладони максимально назад. Я вам показываю этот тест. Смотрите на руки внимательно. И теперь я вот папками могу прижаться к полу, а коленями ко лбу. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, мои любимые. Фаланги пальцев от себя, локтевые суставы от себя, крестец и поясница к полу, и я касаюсь, мои любимые, коленями своего божественного лба. Вот это и есть физиологически здоровое положение тела. То есть тест пройден, растяжка замечательная. О, вы просите показать еще раз? Хорошо. Давайте попробуем еще раз. Фаланги пальцев широко в рост, локти от себя, крестец к полу, и коленями я касаюсь лба. Окей, все ли понятно? Еще раз. И коленями я касаюсь лба. Окей. Следующее положение, друзья мои, на состояние шейного отдела и внутренних органов. То есть тело должно быть подвижным, гуттаперчивым, а алертным, как я говорю. Следующее положение. Мы можем легко касаться щиколоткой лба. Щиколоткой лба. Вот, пожалуйста, себя продиагностируйте. Если у вас таз раскрыт, то это положение дается абсолютно легко. Если у вас нет блоков во второй чакре, наша сексуальность, да, наша природная сексуальность, если ваш таз раскрыт, и он генерирует энергию на все 100%, то это положение для вас физиологически комфортное, удобное. И я даже больше скажу. Вы чувствуете в нем множественный оргазм, как я. На самом деле, когда я прихожу в состояние соединенности с телом, вот в этой асане, у меня начинают накрывать волны оргазмические. И мне все время приходится держать фокус. То есть мне хочется упасть в это состояние высокочастотного сознания. Вы знаете, да, что существуют частоты альфа, бета, гамма и так далее. Вот самые высокие частоты, где разряжается ум, где ритм ума замедляется, и вы соединяетесь со своим бессознательным, со своей интуицией. Вот просто попробуйте сейчас сделать эту медитацию. Итак, наш раскрытый таз, щиколотка на колено, и лбом, коленом я касаюсь легко межбровные морщинки. Давайте поменяем бедро и сделаем то же самое. Проверка нашей сакральной геометрии. Колено отвожу в сторону, щиколотку кладу на опорное колено рабочее, и касаюсь легко лба. Вот такое прекрасное положение. А если вы хотите особым образом раскрыть свой таз и получить множественные оргазмические состояния, и перейти на уровень сознания самых высоких частот, то для этого есть специальная асана. Я хочу с вами сейчас ею поделиться. Посмотрите, как входить в это положение. То есть мы кладем крестец на пол, и обе пятки соединяем на уровне затылка, друзья мои. Вот так. Боже, как приятно. Это самая вообще, самая приятная, самая божественная асана, которая открывает все чакры, все каналы наших божественных чакрах. И она дает мне глубинные инсайты. И именно так мне приходят идеи, какие шаги дальше делать, то есть как формировать свое будущее, какова моя миссия, как мне взаимодействовать с телом, как мне помогать ученикам, во что мне инвестировать, как мне выстраивать отношения, как раскрывать свои таланты, какими я обладаю сверхспособностями и так далее, и так далее. То есть вот именно в этой асане мне приходят такие осознания, любимые. Как же она прекрасна, я хочу вам еще раз ее посвятить, эту асану, вас в эту асану посвятить. И самой, побыв в ней еще какое-то время, заручиться высокими вибрациями вселенной. Итак, мы сегодня посвящаем эфир сакральной геометрии тела. И что такое сакральная геометрия тела, мы с вами изучили. То есть это когда нет лишнего веса. Наша формула, кстати, формула Кейт Спирит, по которой я рассчитываю идеальный вес, это рост минус 126, это моя собственная формула. Но своим студентам я даю поблажку до плюс 5 килограмм, потому что иной раз у них столько страхов, что они даже боятся признаться себе, что такое для них идеальное тело. Они боятся соединиться со своим идеальным телом. И они начинают себя защищать вот такими негативными аффирмациями. Ой, жир мне для того, чтобы быть теплее. И так далее, и так далее. Конечно, от этого нужно чиститься, потому что жир на теле – это паразиты в уме, мои любимые. И паразиты им для того, чтобы было тепло, и чтобы вы их не выгнали из своего тела. Они говорят, ешь больше шоколада, у тебя же месячные. Такие смешные, боже, порой мои клиенты такие смешные. Но слава богу, что мы все вышли на путь света и на путь самосовершенствования. И так, снова я вхожу в состояние потока, принимаю положение особого, особое положение, особую асану, которая отвечает за повышение вибраций во всех чакрах. Окей, что мы делаем? Коленные суставы размещаем к затылку. О, боже мой, о, боже мой, любимые, если бы вы знали, как это приятно. Пресвятая Дева Мария, сколько в этом силы, сколько в этом энергии. Вы знаете, если вы будете делать вот эту асану каждый день, хотя бы по 5 минут, у вас будут так повышаться вибрации, что ваше тело будет очищаться от паразитов, которые, скажем, заполоняют стенку желудочно-кишечного тракта, будут чиститься ваша прельстатика и очищаться, как я уже сказала, внутренние органы и брюшная полость стройнеть. Любимые, боже, это асана. Вот чем я питаюсь. То есть энергии от каждого положения тела. И каждое положение тела – это результат вашей сакральной геометрии. То, насколько вы проработали свое тело. То есть вы инвестировали свое внимание, свои деньги, любимые, в йога, практику, йога, интеграл-йога, 7 чакр. Они в шоколадке, которая заполоняет стенку брюшной полости и формирует в вас жир. Вот я вижу уже очень-очень любимые мои, так много вопросов вы пишете. Я готова на них отвечать. Вот сейчас просматриваю самые-самые интересные. И на самом деле вас призываю к тому же самому. Пишите свои вопросы, и мы будем их, конечно же, мои любимые, отрабатывать. Я вот думаю, какой самый интересный. С чего начать? Вы спрашиваете, ага, если у меня плохая растяжка, что делать? Так, сейчас проверим. Зовут прекрасную леди Юля. Из какого вы города? О, Нью-Йорк. Окей, окей, дорогая Юля. Отвечаю на ваш чудесный вопрос. На самом деле, если плохая растяжка, да просто растягивайтесь, друзья мои. У меня есть прекрасный курс, который называется «Интеграл-йога 7 чакр». Вы знаете, я записала этот курс 20 лет назад. И я его до сих пор делаю каждый день по 30 минут в день. И делаю 10 минут медитации. То есть этот курс просто трансформировал мое тело настолько, что я перешла на проноедение. Я просто перестала есть обычную еду. И все, чем я питаюсь, как я уже декларировала вам, это эфирными маслами, практиками, энергопрактиками, любимые мои. Вот, Жанна, город, я смотрю, какой у вас город? Окей, Лос-Анджелес. Окей, здравствуйте, Жанна, из Лос-Анджелеса. Вопрос, что делать, если нарушена осанка? Любимые, вы знаете, у меня тоже была нарушена осанка. Я вообще родилась с травмами и со смещением позвоночных дисков, что впоследствии привело к протрузии. И как я создала, вы знаете, себя сама и свой мышечный каркас? Да на самом деле делала упражнения. Это и танцы, это и йога, это растяжка. Вы знаете, у меня есть прекрасный курс, который называется «Идеальная осанка». И я его сделала только для того, чтобы проработать свою собственную осанку. И там собраны уникальные комплексы, выполнение которых привело меня к идеальной осанке, к идеальной фигуре. Вот так, любимые мои. И вот уже снова вопрос, а как покажите упражнения на растяжку? На растяжку, мои хорошие. Вот, на сакральную геометрию тела. То есть вы хорошо растянуты, если у вас реберная дуга легко касается квадрата, квадрицепса бедра. То есть квадрицепс бедра и реберная дуга легко соприкасаются в положении наклона. Всем понятно, мои хорошие? Всем понятно, что такое раскрытое тело, что такое сакральная геометрия? То есть когда вы бутаперчивы, когда у вас прекрасная растяжка, и вы легко владеете телом. И когда вы занимаетесь любовью, боже мой, вам легко управлять своей божественной телесно-информационной матрицей. Пожалуйста, задавайте вопросы, и я готова на них отвечать. Давайте протестируем вас. Сегодня домашнее задание провести свою самодиагностику. Посмотреть на свой рост, вес, сфотографировать себя, стать перед зеркалом, проанализировать свою сакральную геометрию. И дальше, соответственно, сделать тестовые упражнения. То есть это поза лотоса, доступно, либо недоступно. Дальше захват запястьев, доступен или недоступен. Наклон, который я вам только что продемонстрировала, реберная дуга прижата непосредственно к квадрицепсу бедра. Следующее это положение бедер. То есть мы можем выпрямить легко коленный сустав. Далее, если таз раскрыт, щиколотка касается лба. Далее, если таз раскрыт, щиколотка касается затылка. Далее, если хорошая растяжка, мы легко садимся в продольный, о боги, о боги, до чего же он прекрасен. Продольный шпагат и, соответственно, поперечный. Брюшная полость у нас легко касается пола. Далее, если у нас хорошо растянута боковая поверхность реберной дуги, мы легко из этого положения можем прижаться плечом, колену и, соответственно, положить голову на коленный сустав. Чтобы было наглядно, видно всем, я сделаю на обе стороны. Как мы тестируем свою боковую поверхность, то есть состояние почек. В первую очередь у нас не висит живот, он у нас стройный, подтянутый. Мы кладем плечевой пояс, то есть пучок дельты касается коленного сустава. Посмотрите, затылок на коленном суставе, я захватываю себя легко за щиколотку. То есть вот это положение, где я легко плечевым поясом касаюсь коленных суставов, а ноги у меня разведены в продольный шпагат. Соответственно, вот это базовая сакральная геометрия. То есть базовая сакральная геометрия в норме, в порядке. Итак, еще раз. Вот я вижу, вы просите показать еще раз. Смотрите, мои, мои любимые. Ваше плечо касается внутренней поверхности коленного сустава. Оп, и я захватываю себя легко за щиколотку. Вот оно положение, легко за щиколотку. То есть в этом чудесном положении тела вы можете привести свои почки в правильное положение. То есть приподнимая их, растягивая квадрат поясничных мышц. И как мы тестируем заднюю поверхность бедра. Это положение пащаматанасана. Мы натягиваем носочки, большие пальцы ног на себя. Делаем глубокий вдох. На выдохе опускаем ладони на стопы, на так называемые большие пальцы ног. Кстати, вы знаете, что они у нас отвечают за состояние височной области. То есть если болит голова, массировать нужно палец большой ноги стопы. Итак, мы проверяем нашу мышечную ткань. То есть что для нас физиологично? Положение пащаматанасаны. Как она осуществляется? Мы реберной дугой плотно, друзья мои, плотно, качественно прижимаемся брюшной полостью, квадрату, квадрицепсу бедра. То есть к брюшной полости прижимаем наши чувственные, красивые ноги. Захватываем себя за стопы и уходим к пащаматанасану. Лбом прижимаюсь к коленям. Это физиологично. Это говорит о том, что ваше тело преисполнено базовой, правильной, сакральной геометрией. Итак, пащаматанасана. Я себя накрыла, лоб на колени. И следующий этап – это вытяжение рук под 90 градусов. Посмотрите, как это происходит. Лоб прижимаю к коленям. И руки перпендикулярно наверх. Посмотрите, 90 градусов. У меня запястье, локоть и плечо на одну линию. На одну линию. Носочки на себя. Можно натянуть носочки. Посмотрите, еще раз. И я еще могу развернуть фаланги пальцев от себя. Посмотрите, замок. Руки наверх, лобом, колени. Все ли видно? Все ли понятно? Снова принимаю положение лотоса. Именно в лотосе происходят мои состояния просветленного ума, которые я стараюсь удерживать в течение дня на позитиве, на соединении со своим телом, со своей интуицией. Хорошо, мои любимые, ваши вопросы. Пожалуйста, пишите. Кейтспирит готова сделать диагностику любого из вас. И, соответственно, дать вам рекомендации, какие делать упражнения, подобрать вам уникальные асаны согласно вашим анатомическим особенностям. Вот прекрасная леди Мила пишет, что у нее болит голова в левой части. Соответственно, если в левой части, то мы смотрим на область астистых костей, на область атланта с левой стороны в основании черепа. И, соответственно, растягиваем именно эту зону. Каким образом? Давайте я еще покажу вам одну асану, уникальную, которая также является, сейчас вам скажу, физиологичной для каждого человека. Это моя любимая тантрическая асана. И она дает возможность, если вы будете делать ее каждый день, у вас перестанет болеть голова, и ваша сакральная геометрия придет в норму. Что мы делаем? Встаем на колени. Посмотрите, как это выглядит. Вау! Встать на колени, свою божественную попочку вот так вот подтянуть наверх. А теперь наша подмышечка, вот эта подмышечная впадина, соединяется с внешней стороны коленного сустава. Посмотрите, как чувственно это выглядит. Я захватываю себя за щиколотку смежную. То есть, если правая рука, то левая щиколотка. Оп! Посмотрите. И я кладу полностью затылок на пол. Теперь затылок, прижав к полу, я поднимаю ногу наверх. Смежная нога. Окей. И в этот момент происходит правка внутренних органов, вытяжение всех миофасциальных цепей и приведение своего тела к высоковибрационному состоянию. Происходит правка сакральной геометрии тела. Вот таким чудесным, незамысловатым образом. То есть, наша задача положить голову именно на пол. Сейчас я сделаю с другой стороны и ягодицами развернусь к экрану. Ну что ж, у вас есть желание посмотреть на ягодицы Кейт Спирит на тело, которое преисполнено в сакральной геометрии? Если да, ставьте лайки, ставьте смайлики. Я буду узнать, что мы на одной волне и чувство юмора нам присуще в полном его проявлении. Окей, мои любимые, у вас есть возможность посмотреть на зап, ягодичные мышцы Кейт Спирит очень-очень близко. Обычно только мой бойфренд так близко может лицезреть мое божественное тело. Но сегодня даже вы, мои любимые. Ну что ж, в нашем теле на самом деле все божественно и все его части сакральны и оргазмичны. Я разворачиваюсь своими седалищными буграми к вам. И посмотрите, я теперь плечо кладу снова на пол, затылок полностью к полу и крестец у меня смотрит в потолок. Оба колена на полу, подмышка у колена. Дальше я вытягиваю ногу полностью наверх и у меня прекрасно прорабатываются внутренние органы, прекрасно. Носочек я тяну наверх, у меня активизируется меридиан почки, мочевого пузыря. Далее у меня вытягивается область шейного отдела. Мой атлант плотно прижат к полу. И у меня сейчас вот вся сакральная геометрия приходит к высокочастотному вибрационному состоянию. То есть я вся вибрирую и мои миофасциальные сети сейчас приходят в состояние баланса. Окей, я аккуратненько опускаю колено в исходное положение. Вот и все. И голова больше не болит. Боже, такая нега, такая радость тела. Господи, как приятно обладать просветленным телом. Здоровым, оргазмичным. В котором вся сакральная геометрия простроена. Ну что ж, любимые. Я надеюсь, что это чудесное видео было для вас полезно. И в нем было достаточно мотивации для того, чтобы пробудить вас, любить свои божественные тела, соединяться с ними, слышать их, воспитывать, повышать интеллекцию в божественном теле. Не запускать его, не закармливать, не лениться. То есть тело должно быть прекрасным. Не важно, сколько вам лет. Не важно, сколько вам лет. С годами тело должно быть только более сильным. Более, я называю это осознанным, более энергонаполненным. На теле не должно быть жира в виде спасательных кругов, которые действительно обезображивают наши божественные тела. Возьмите за это ответственность. Возьмите за это ответственность, мои любимые. За свои божественные тела. Сделайте их оргазмичными. Итак, я сажусь в позу лотоса. И по окончанию этого видео я хочу вас поблагодарить за то, что вам откликается путь телесно-духовного развития. За то, что вы со мной на марафоне 7 чакр Кейт Спирит, мастер баланса жизни. За то, что вы занимаетесь собой, стремитесь к самосовершенствованию. Я благодарю вас за лайки. Я благодарю вас за то, что вы рекомендуете меня своим друзьям. И рекомендуете это видео тем, кому оно может быть полезно. И распространяете его органическим образом. Потому что я распространяю свои знания только органическим образом на данном этапе жизни. Без рекламы, без таргета. Просто из уст в уста. И я верю тем, кому я нужна, а не откликнуться. На самом деле так и происходит. Мой год расписан в наставничестве на год вперед. У меня очередь на год вперед. И это все люди, которые пришли по сарафанному радио. Просто на органической коммуникации. И, соответственно, моя миссия, моя задача помочь как можно большим людям пробудиться. И начать заниматься собой. Пробуждать свои чакры. Приходить к состоянию изобилия и баланса в семи сферах жизни. И, соответственно, когда вы вовлекаетесь в этот процесс. И вам помогает, вам что-то откликается, повышаются ваши вибрации. Передавайте это видео тем, кому оно будет полезно. И таким образом мы будем создавать энергообмен и синергию. Синергию поможет нам быстрее трансформироваться. Потому что очень важен канал единомышленников. Я вас всех приглашаю в свой канал Телеграм, который называется Кейт Спирит. И в нем я даю полезные разборы, мастер-майнды. И много полезной информации, лекции, практик. Ну что ж, мои родные, я вас всех люблю, обнимаю. Поставьте свою реакцию. И за счет этого давайте повысим вибрации в нашей первой чакре. Сегодня была чакра Мулатхара. Боже, как же я вас всех люблю. Господи, какое для меня счастье. Раньше для меня было счастье заниматься телесными практиками. А сейчас передавать знания. Как телесные практики меняют сознание, меняют уровень жизни. Как через телесные практики можно выйти в состояние изобилия. Изобилия. И балансировать в этом состоянии счастья и гармонии. Как можно быть изобильным в семи сферах жизни. Жизнь так прекрасна, друзья мои. Я всю жизнь мечтала жить в раю. И теперь я живу в раю. И действительно пульсирую этим состоянием изобилия. У меня все есть. У меня все есть. Боже, это такое счастье. Я хочу, чтобы вы это прочувствовали тоже. Чтобы в вашей жизни случились те же самые божественные трансформации. Сказочные превращения. Ну что ж, отправляйте свои данные для разбора. Вес, рост, возраст, знак зодиака, ваша стихия и фотографии вашего божественного тела. В профиль и в анфас. И запрос, что вы хотите. Какие есть у вас заболевания. Может быть, какие-то дисбалансы. И так далее, и так далее. Пишите о своих болезнях, о своих запросах. И мы будем это разбирать. Это очень-очень важно. Потому что моя задача вас исцелить и привести вас к идеально здоровому телу. Всех люблю. Обнимаю. Мои хорошие. О, я вижу комментарий. Людмила пишет. Катерина, раньше вы были красивой, а теперь, сейчас скажу, превратились в анорексичку. Любимая Людмила, ты знаешь, на самом деле, моя любимая. Когда ты говоришь, что я анорексичка, это значит, это твое зеркало. Понимаешь, любимая? Я кайфую и оргазмирую от своего тела 24 часа в сутки. И не только я, но и мой любимый. А, соответственно, если ты видишь во мне анорексичку, это значит, это твое зеркало. Это в тебе какие-то дисбалансы, какие-то боли в твоем теле. Понимаешь? И очень важно работать с твоим сознанием и с твоим телом. Отправь свою фотографию для разбора. И я посмотрю, что в твоем теле, почему там такая боль, почему ты меня воспринимаешь вот так вот агрессивно, как анорексичку. Вместо того, чтобы сказать, что у меня красивое тело, и таким образом получить мои позитивные вибрации, ты пришла в мой колодец напиться и сюда плюешь. В первую очередь, это значит паразиты в твоем теле. И они генерируют в тебе такие мысли. И ты эти мысли пускаешь вокруг себя, заражая пространство. Поэтому я тебе настоятельно рекомендую начать заниматься своим телом и приводить его в состояние высоких вибраций. Посмотрите, есть ли на нем жир, есть ли асимметрия, насколько оно красиво. Смотри, если ты хороша собой, оргазмична, то лучше делай видео йога-йони, танцуй в обнаженном виде в сторисе, отмечай меня, Кейт Спирит Энергообмен. И таким образом мы поддержим тебя как мастера и общий Грегор марафона 7 чакр. Мы будем знать, что ты просветленная на уровне второй чакры. Ну что ж, любимые, надеюсь, это видео было полезно. Благодарю за органическое распространение этого видео. Всех люблю. Пока-пока, мои хорошие.